История о Китае написанная и срежиссированная французами. Принц и 108 царей-демонов лишь один из многих успешных примеров международного сотрудничества в создании анимационных фильмов. Специалисты уверены, за таким форматом будущее анимации. Мир меняется, размываются культурные границы. На этом фоне анимация будет все более интернациональной. О том, как вместе создавать анимационные фильмы, которые будут интересны представителям разных культур, говорили на Шанхайском международном кинофестивале. В его рамках состоялся форум с участием китайских и зарубежных специалистов в области анимации. Не осталась незамеченной в мировом прокате третья и заключительная часть франшизы «Кунг-фу-панда» совместный проект Китая и США. Благодаря сотрудничеству с носителями изображаемой культуры, ее элементы показаны в фильме точнее и ярче, чем в первых двух частях, что во многом подстегнуло интерес к картине, в том числе и в самом Китае. Еще одна ключевая составляющая успеха, рассказываемая в фильме история, понятна на всех континентах, а добиться этого гораздо сложнее, чем кажется. Это довольно сложная задача рассказать историю таким образом, чтобы она нашла отклик у глобальной аудитории. Но когда мы взламываем код повествования и кинематографического языка, чтобы рассказать универсальную историю, тогда совместное производство становится по-настоящему успешным. В поиске универсальных культурных истин, главное, по мнению многих участников форума, не переусердствовать. Когда вы изо всех сил стараетесь угодить аудитории и копируете успешные голливудские модели, чтобы рассказать так называемую хорошую универсальную историю, вам совсем не гарантирован успех. Для зрителя важнее, как мне кажется, чтобы работа отражала личные переживания автора, воздействовала на эмоциональном уровне. Не стоит переоценивать роль глобализации. Было бы неправильно все время думать о том, как привлечь иностранную публику и пытаться говорить только о важном для нее. Вряд ли это способствует творческому процессу. Шанхайский международный кинофестиваль продлится до 25 июня. Кроме форума специалистов в области анимации, также состоится присуждение главной награды фестиваля «Золотой кубок» в разделе анимационных фильмов. Продолжение следует...